Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня я хочу рассказать вам о рутовиках и прочих грибах, которые стали встречаться в наших садах на деревьях. Особенно много их бывает в старых запущенных садах, которые достались нам от бабушек, дедушек и так далее. Так, нужен ли гриб в саду? Однозначно нет. Даже всем известный вкусный и приятный опенок в саду превращается в очень опасного вредителя. Но встречается он в садах, к счастью, очень и очень редко. Гораздо чаще мы имеем дело с рутовиками, окаймленным, сливовым, шерстистым и так далее. И самым неприятным грибом это гребенщиком и млечным блеском. Могу сказать следующее, что рутовики очень коварные грибы. Попав в дерево, они долгое время развиваются в нем скрытно, разрушая древесину внутри. И появляются их плодовые тела тогда, когда уже все, что нужно сделать, он сделал свое вредоносное дело. И готов распространиться, рассеяться, чтобы заразить новые деревья. Чтобы этого не допустить, обязательно замазывайте все срезы после обрезки. С садовым варом, краской, бальзамом. Многие спросят, что все-все-все? Нет, срезы, диаметр которых меньше сантиметра, можно не замазывать. Но это касается только возрастных деревьев. Если вы обрезаете молоденькое деревце возрастом до 5-6 лет, желательно замазывать как можно больше срезов. Ведь чем моложе деревце, тем опаснее заражение для него любым трутовиком или раковым заболеванием. А все они проникают только через ранки, только через подмерзшую, поврежденную корой древесину. Вы спросите, что делать, если трутовик уже появился на дереве? Если это дерево старое, если на нем есть дупла, вы видите много усыхающих ветвей, с таким деревом однозначно лучше расстаться. Но если трутовиком дерево поражено незначительно, поражена именно скелетная, допустим, ветка или обрастающая, ее нужно вырезать захватом здоровой древесины до ближайшего ответвления, либо по месту отхождения от ствола и удалить из сада. К сожалению, такое случается очень редко, когда можно удалить трутовик безвредным, без последствий. А дерево очень хочется сохранить. В таком случае, плодовые тела, которые образуются, вот эти копытца, мы при появлении аккуратно срезаем, а места появления плодовых тел замазываем садовым варом, либо бальзамом с содержанием фунгицидов обязательно. Либо готовим крепкий 5% раствор медного купороса и протравливаем это место при помощи губки или толстой кисти. Запомните, трутовикам в саду не место. Кстати, чтобы такой опасный гриб, древоразрушающий, как грибенщик обыкновенный, не поселился на ваших яблоньках, грушах, обязательно защищайте их от солнечных ожогов, от морозобоин, потому что этот гриб очень любит подмерзшую древесину. Для этого не забывайте своевременно красить, если вы не успели сделать покраску своих деревьев с осени, еще не поздно сделать это сейчас, до февральского яркого солнышка. Именно в феврале чаще всего наши деревья и получают солнечные ожоги и морозобоин. Обязательно защищайте свои деревья от всевозможных трещин, рам, механических повреждений, а если таковые появились, не откладывая до зимы, зачищаем, замазываем краской, бальзамом, то есть не допускаем заражения, не оставляем ворота открытыми, ворота для инфекций. Я надеюсь, что в будущем году ваш сад сохранит свое здоровье, а вы, вооружившись нашими знаниями, сможете предотвратить заражение, сможете вылечить даже свои растения. И долгие-долгие годы ваши яблони, груши, вишни и черешни будут радовать вас своими богатыми урожаями. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до встречи на нашем канале в новом году.